Игнатий Николаевич Потапенко. Пара сапог. Это было в 1860 каком-то году. В небольшом двухэтажном домике, с виду похожем на благоустроенный сарай, некогда выкрашенном в коричневый цвет, вследствие долголетнего невозобновления, превратившимся в бурый, на улице Ленивки, Анна Карловна фун держала меблированные комнаты. Несомненно, что во время ОНА устраивая это предприятие, Анна Карловна имела в виду извлечь из него выгоду. Но если принять во внимание, что из ее шести жильцов был только один действительно платящий, то есть платящий как следует, каждое первое число, именно калежский регистратор Свигульский, остальные же все были у нее в долгу, то можно усомниться в том, что Анна Карловна достигала своей цели. Странная женщина. Жизнь ее проходила в том, что она вечно ворчала на неплатящих и вечно грозила выселением, упоминая при этом околоточного, городового и других участковых властей, и при этом никогда никого не выселила. Очевидно, что у Анны Карловна было доброе сердце, которое и тиранило ее. Событие, о котором пойдет речь, случилось в конце мая, когда над московскими улицами носилась пыль, воздух был заражен всякого рода скверными испарениями, стояла духота и вообще жилось отвратительно. Комната, которую занимали вдвоем пиратов и камзолин, была по размерам совершенно достаточно для того, чтобы в ней могли поместиться узенькая кровать и коротенький диван, на которых спали жильцы. Диван был, как мы сказали короток, и отличался тем свойством, что как раз посредине его из-за разодранной обивки выглядывало острие сломанной пружины. Кроме того, поверхность его была необыкновенно волнистая, что в общей сложности служило достаточной причиной для кошмаров. По сравнению с ним кровать представлялась роскошью. Матрац на ней был очень тверд, но из него не выглядывали пружины, так как их вовсе в нем не было. Она была достаточно длинна для того, чтобы длинный камзолин мог вытянуться на ней во весь рост и достаточно широка для того, чтобы плотно сложенный пиратов мог разместить на ней свое богатое тело. И так как основным принципом их сожительства была справедливость, то они спали на кровати по очереди. В комнате был еще стол, один на двоих стул и что-то похожее на этажерку, до такой степени заваленное книгами и списанной бумагой, что, казалось, вся эта куча лежала просто на полу. Главным украшением комнаты были многочисленные окурки, валявшиеся по углам, а также висевшие на гвозде пара серых в достаточной степени потертых брюк, относительно которых оба жильца не могли определить, кому они, собственно, принадлежат, так как употреблялись они обоими в парадных случаях. Быть может, покажется несколько странным, что одни и те же брюки могли устраивать судьбу высокого, тонкого и длинновязого камзолина и широкоплечего, толстого и короткого пиратова. Но человеческий ум превознемогает еще и не такие затруднения. Брюки были сшиты не на камзолина и не на пиратова, а на какое-то неизвестное существо, представлявшее по отношению к ним обоим среднюю величину. Поэтому они были несколько коротки на камзолины и несколько длинны на пиратове. Маленькие неудобства, с которыми легко примириться, даже не будучи философом. Конечно, в жизни товарищей были разные моменты. Случалось, что в одно и то же время у каждого оказывалось по совершенно новому пиджаку. Одно время в комнате фигурировал великолепный черный сюртук из хорошего сукна. Но все эти вещи были случайны и очень скоро сплавлялись в кассу суд или просто на толкучку. Висевшие же на стене брюки были постоянным украшением комнаты. Они были совершенно необходимы. Это было признано раз навсегда, и поэтому судьба их была обеспечена. Камзолин проснулся на диване, пиратов на кровати. Разбудил их звон колокола, раздавшийся на соседней колокольне. Так как ни у одного из них не было часов, то этот колокол каждый день заменял им и часы, и будильник. Они ему верили безусловно, и он никогда их не обманывал, своим первым ударом показывая восемь часов. «Надо вставать», — промолвил Камзолин, вытягивая свои длинные ноги таким образом, что они выходили далеко за пределы дивана и болтались в воздухе. «Черт возьми, да, кому-нибудь одному надо вставать», — отозвался пиратов. «Что касается меня, то я нисколько не расположен к этому». «Я еще менее, потому что эта проклятая пружина всю ночь вонзалась не только в мое тело, но, кажется, и в душу». «Тем больше у тебя оснований стремиться к тому, чтобы расстаться с диваном». «О да, но лишь в том случае, если его можно переменить на кровать». «Ммм, я вижу, что ты не лишен вкуса, но кровать и мне нравится. Увы, я не могу сказать того же про диван». «Но как же с экзаменом-то?» «Будем держать его?» «А сапоги?» «Сапоги?» «Ммм, это вопрос». Прежде чем встать, надо было решить вопрос, кто наденет единственную пару сапог, которая была в их распоряжении. Эта пара сапог стояла тут же. Это была пара скверных сапог со стоптанными каблуками, с заплатами на носках, с растянутыми резинками и вообще. Пара сапог, которая имела все шансы остаться нетронутой, если бы ее положить где-нибудь на улице. Но у нее было одно несомненное достоинство. Именно то, что она все же была пара сапог. И про человека, идущего в ней по улице, никто не имел бы права сказать, что он идет без сапог. Каким образом произошло такое странное обстоятельство, что в квартире, занимаемой двумя взрослыми людьми, была одна только пара сапог, об этом, к сожалению, слишком долго пришлось бы говорить. Но, несомненно, что это были весьма основательные причины. Можно, впрочем, прибавить, что бывали времена, когда у Пиратова и Камзолина у каждого были сапоги, иногда даже совершенно новые. — Ты в какой группе? — спросил Пиратов, сладко подтягиваясь на кровати. — Я в третий, — ответил Камзолин, у которого не было никаких оснований подтягиваться сладко. Да не было и возможности, так как его длинные ноги выходили далеко за пределы дивана. — Итак, дело ясно, — заметил Пиратов. — Сперва пойду я, а потом ты. — Ой-ой-ой, но ведь ты надуешь. — Ну, как же можно надуть в таком серьезном деле? — промолвил Пиратов и обиделся. Впрочем, обиделся он всего на две секунды и затем с добродушным видом начал вставать. Едва только он освободил постель, и его коренастая тяжелая фигура появилась на полу комнаты, как Камзолин моментально схватился с дивана и перескочил на кровать. — Ну, а я поблаженствую, — промолвил он. Вдруг вытянулся с такой энергией, как будто сразу хотел удлиниться вдвое, в чем, впрочем, у него не ощущалось никакой надобности. Колокол между тем звонил, не уставая, и каждый новый удар его напоминал о том, что минуты уходят. Приходилось дорожить временем, Камзолину, чтобы насладиться сном в кровати, а Пиратову, чтобы выдержать экзамен. Пиратов начал одеваться. Он одевался быстро, потому что костюм его был очень несложен и прост, но на секунду он остановился, посмотрел на величественно висящие на стене парадные брюки и подумал о том, представляется ли нынешний экзамен достаточно парадным случаем для того, чтобы надеть их. По-видимому, он решил в отрицательном смысле, потому что вот уж он совсем одет, а брюки продолжали украшать стену. Захватив кое-какие тетрадки, Пиратов пожелал своему другу приятного сна и ушел. А Камзолин завернулся в одеяло и заснул, причем уже не видел тех страшных снов, какие в силу устройства дивана обязательно снились ему через ночь. Однако же, принимая во внимание то обстоятельство, какой огромный соблазн для Камзолина представляла возможность поспать на кровати после мучительной ночи на диване, Пиратов, выходя из квартиры, напомнил Анне Карловне фунт, что Камзолина надо непременно разбудить через час. Это было несколько странно. Пиратов очень хорошо знал, что Камзолину незачем подниматься с постели до тех пор, пока он не вернется и не принесет с собою сапог. Тем не менее, он это сделал. Быть может, он сам недостаточно верил в свое обещание своевременно вернуться и рассчитывал в данном случае на необыкновенную изобретательность, какую всегда проявлял Камзолин. Одним словом, сделал он это на всякий случай, руководствуясь тем соображением, что лучше выдержать экзамен без сапог, чем вовсе не выдержать его. И вот прошел час. Анна Карловна, отличавшаяся всегда аккуратностью, уже хотя по одному тому, что она была немка, разбудила Камзолина. Камзолин схватился с постели, спросил который час и узнал, что уже около одиннадцати. В полной уверенности, что с минуты на минуту придет пиратов, он надеялся во все, что у него было, причем парадные брюки опять остались висеть на стене, и ходил по комнате чрезвычайно мягкими шагами, потому что ноги его были обуты только в носки, довольно сомнительного качества. Он уже выпил чай, который ему принесла Анна Карловна, посидел у стола, перелистывая толстый учебник и повторяя некоторые пункты для экзамена. По его соображениям, уже было около двенадцати, а пиратов не являлся. Камзолин начал страдать. Если бы это было несколько дней тому назад, то можно было бы отложить экзамен, но сегодня последний день для этого предмета. Завтра профессор уезжает, и не пойти на экзамен значит испортить себе все лето. Но пиратов не являлся. И Камзолин начинал понимать, что он жестоко обманут. Он, разумеется, не приписывал пиратову никаких злостных намерений, он представлял себе дело совершенно просто. Если пиратов благополучно выдержал экзамен, то совершенно естественно ему с радости отправиться с товарищами в скверный ресторан Шанхай, и за стаканом пива совершенно забыть о своем друге. Это в особенности правдоподобно для человека, который не очень-то привык с одного раза выдерживать экзамен. Пиратов был слишком тяжел для этого, и у профессоров сделалось обычаем приглашать его по крайней мере по три раза для проверки его зданий. Если же пиратов срезался, что весьма вероятно, то также естественно ему с другими товарищами отправиться в тот же Шанхай и выпить с горя. И в том и в другом случае у него достаточно причин не думать о судьбе Камзолина. Размышляя таким образом, Камзолин все больше и больше приходил к заключению, что это так, да иначе и быть не может, и ум его усиленно занялся теперь изобретением способа все-таки пойти на экзамен. Но каким образом это сделать? Ему могло бы прийти в голову поговорить об этом с Анной Карловной. Случалось, что у нее находилась какая-нибудь старая пара сапог. Могло быть также и то, что кто-нибудь из квартирантов оставался дома. Но дело в том, что все квартиранты были очень исправные чиновники, и едва ли на это можно рассчитывать. Из всего населения мобилированных комнат только у одного калежского регистратора Свигульского можно было предполагать присутствие двух пар сапог. Но калежский регистратор, во-первых, очень презрительно смотрел на всех остальных квартирантов, а на двух студентов в особенности. И, во-вторых, был человек необыкновенно аккуратный, всегда запирал комнату и уносил с собой ключ. Тем не менее Камзолин все-таки пригласил Анну Карловну и поведал ей о своем горе. На толстом, но несколько обрюзглом лице бесконечно доброй немки тотчас же явно выразилось искреннее желание достать Камзолину пару сапог. Но тут же, на этом же лице, можно было прочитать и полную безнадежность. Все чиновники ушли в свои канцелярии. Свигульский по обыкновению запер комнату. «Разве вот мои возьмете, господин Камзолин», промолвила Анна Карловна и при этом приподняла юбку и показала ему свои туфли, очень похожие на калоши. Камзолин скрестил на груди руки и, осмотрев туфли, увидел полную невозможность воспользоваться этим странным произведением искусства. Во-первых, они были слишком велики. Анна Карловна страдала отеком ног, затем форма их была такая странная, что, появившись в них, он обратил бы на себя внимание всего университета. Одним словом, это было невозможно. А между тем, часы с будильником, висевшие в маленькой каворке, в которой жила Анна Карловна, показывали без четверти час. И с каждой минуты Камзолин рисковал опоздать на экзамен. Камзолин им овладела досада. Вообще, это был человек добродушный до последней степени, но когда он представил себе, что ему придется отложить экзамен на осень, то его взяла злость на товарища. «Это уж слишком мысленно», — говорил он. «Можно быть небрежным, но не до такой степени. Я никогда не позволил бы себе поступить таким образом». Сперва он ходил по комнате. Потом это ему надоело, он бросился на диван, но сломанная пружина тотчас же напомнила ему о себе. Он перешел на кровать, лег на спину и с бессильным негодованием стал глядеть в потолок. Впереди раздался хриплый звонок, и произошло движение. «А-а-а!» — громко воскликнул Камзолин. «Наконец-то!» И в полной уверенности, что это запоздавший пиратов, он соскочил с кровати, растворил дверь и высунул голову в коридор. «Это называется свинство!» — выразительно крикнул он фигуре, которая появилась в полутемном коридоре. «А-а-а!» — промолвила из темноты фигура солидным басовым голосом, которого никогда не бывало у пиратова. «Покорно благодарю!» Камзолин с недоумением остановился и, растворив дверь, начал рассматривать вошедшего, который, таща в руках довольно увесистый узел, направлялся прямо к нему в комнату. «Да это что же?» — воскликнул Камзолин. «Фу ты! Да это вы, Назарьев!» «Ну, конечно, я! Я не понимаю, за что вы меня обругали!» «Это недоразумение, извините! Я вообразил, что это вернулся пиратов! Вы что же, прямо из деревни?» «Да, как видите! Я проездом, еду в Тверь! Поезда не сходятся, приходится сидеть в Москве часов восемь. Вот я и завернул к вам!» И гость, втащивший свой узел в комнату, снял пальто, сел на диван и, видимо, начал отдыхать. Назарьев был товарищ Пиратова и Камзолина по гимназии. Но в университет он не пошел, а стал заниматься своим маленьким хозяйством в деревне. Между товарищами никогда не было особенной близости, но они навсегда остались в хороших отношениях. Имение Назарьева было ничтожно, а семья, состоявшая из сестер и многочисленных, более или менее отдаленных родственников, была велика. Вот он и бился, обрабатывал землю и вместе с тем вел еще какую-то небольшую торговлю. Когда он приезжал в Москву, то не забывал товарищей и заходил к ним на часок. С виду это был человек очень здоровый и крепкий. Его смуглое лицо, густо обросшее темными волосами, производило впечатление какой-то суровости, но когда он начинал говорить, то сейчас становилось ясным, что это выражение не соответствовало его намерениям, он оказывался мягким и добродушным. Назарьев начал расспрашивать про Пиратова, про других товарищей, про дела вообще и про московские новости. Камзулин, во всякое другое время готовый принять его ласково и внимательно, теперь отвечал рассеянно, и Назарьеву показалось даже, что он что-то имеет против него. — Послушайте, я, может быть, не вовремя, так вы прямо так и скажите? — Ах, нет, вовсе нет, тут совсем не то. — А в чем же дело? — Да это пирата все, вы же знаете, какая это свинья. — Пиратов? — Вот никогда не ожидал. Мне казалось, что он человек порядочный. — Да вы не подумайте чего-нибудь, — спохватился Камзолин. — Он никакой подлости не сделал. — Ну, признаюсь, ничего не понимаю. — Да вы можете себе вообразить? Представьте себе, у нас сегодня экзамен, и уж отложить никак нельзя. Он пошел держать, потому что он в первой группе. Постойте, батюшка, вот мысль. Назарьев с изумлением смотрел на хозяина, который остановился перед ним и почему-то с радостным выражением в лице глядел на его ноги. Он делал это до такой степени выразительно, что гость невольно тоже наклонил голову и начал внимательно рассматривать собственные ноги. — Что это такое вы там нашли? — спросил он. — Нет, вы скажите, вы сколько еще времени будете в Москве? — Да еще часа четыре осталось. — Великолепно. Вы можете посидеть часа два без сапог? — Не понимаю. — Ну вот, вы сейчас поймете. Вы видите, что я без сапог? У нас только одна пара сапог. Ее взял пиратов, по всей вероятности увлекся и забыл обо мне. А меж тем сегодня надо быть на экзамене, хоть тресни. Ну, теперь поняли? — Значит, вы хотите надеть мои сапоги, так? — Что ж, я ничего. Ну а если вы тоже увлечетесь? — Нет, что вы? Как же это можно? Ведь я же знаю, что вам надо ехать. Вы меня выручаете, и вдруг я сделаю такую подлость. За кого же вы меня принимаете? — В таком случае извольте, — промолвил Назарьев. — Только их надо почистить, а то они в грязи. У нас в уезде дождь шел. — Ну вот еще. Где там? Каждая минута дорога. Так, снимайте же. Назарьев снял сапоги, а Камзолин с необыкновенной быстротой надел их. — Тесноватый, — промолвил он. — Ну, да это ничего. Как-нибудь приспособлюсь. — Так вот что, — поспешно прибавил он, — вы тут оставайтесь, ложитесь спать, делайте что вам угодно, а я часа через полтора вернусь. Он почти на лету подал руку гостю, оставшемуся в носках и еще не в достаточной степени освоившемуся со своим новым положением, и, выбежав из квартиры, стримглав побежал вниз по лестнице. Когда он вошел в университетский двор, то встретил двух-трех товарищей, которые, как он знал, были в одной группе с Пиратовым. — Пиратов здесь? — спросил он, запыхавшись от быстрой ходьбы. — Пиратов? — ответили ему. — Ну, его поминай, как звали. — А что? — Он срезался. — Ну. — Да и закатился в Шанхай. — Скотина. Я так и думал, — промолвил себе под нос Камзолин и пошел дальше. Было несколько странно, что сапоги у него, несмотря на совершенно сухую погоду, были в грязи. И при том они как-то слишком громко стучали, и он, благодаря тому, что узкие носки давили ему мозолик, ковылял в них. Но это все было, разумеется, пустое. Он едва-едва захватил профессора, и достаточно было двух минут, чтобы положение его выяснилось. Это, должно быть, произошло от того, что он не успел еще перевести дух, и, кроме того, весь он был охвачен негодованием против Пиратова, позволившего себе поступить так веролонно. Он срезался. Разумеется, из-за этого не стоило волноваться целое утро, снимать сапоги с приезжего гостя и тем больше бронить Пиратова. Не стоило также бежать рысью по улице и беспокоить профессора, который уже собирался уйти. Но надо же было выяснить. И когда он совершенно ядственно убедил не только профессора, но и себя самого, что он не готов к экзамену, то махнул рукой и уже обыкновенной неспешной походкой пошел на улицу. Но он повернул не в том направлении, где находились мобилированные комнаты Анны Карловны Фунт. А совсем в другом. Нужно было пойти сперва направо, а затем завернуть небольшой переулок налево, войти в грязный подъезд, подняться во второй этаж, чтобы очутиться в скверном ресторане «Шанхай». Если бы явился вопрос о том, на что рассчитывал Камзолин, так смело отправляясь в трактир и не имея в кармане ни копейки, то пришлось бы сослаться на слишком исключительное обстоятельство, лишившее его возможности быть расчетливым и рассудительным. Человеку, срезавшемуся на экзамене и видящему в перспективе пренеприятную обязанность держать этот экзамен вторично осенью, было совершенно естественно направиться в трактир, и именно в Шанхай, который был уже как бы предназначен для утешения скорбящих. Кроме того, у Камзолина был еще такой блестящий пример, как пребывание в том же Шанхае Пиратова, у которого денег было столько же, сколько у него. Была еще одна мысль, которая могла объяснить его шаг. Он имел полное основание злиться на Пиратова и желать безотлагательной встречи с ним, чтобы высказать ему горькую правду. Когда он вошел в большой, но несколько мрачный зал с низким потолком, с многочисленными чайными столиками, с хрипящим и свистящим органом, с долговязыми половыми, носившими длинные белые рубашки, по-видимому стою целью, чтобы на них легче было разглядеть бесчисленные сальные пятна. Когда он вошел в этот зал и остановился на пороге, то еще ничего не видя перед собой, был сразу оглушен какими-то радостными криками, среди которых несколько голосов повторяли его фамилию. Тут он разглядел сидевшую за тремя соединенными столами группу товарищей, которые все радостно приветствовали его и приглашали к себе. Удивительнее всего было то, что всех энергичнее и всех восторженнее приветствовал и звал его пиратов, который, разумеется, был тут же. Все это были срезавшиеся. Но они были так веселы, разговорчивы, добродушные и беззаботные, как будто все получили по пятерке. На столах было несколько пустых бутылок, рюмок и стаканов и кое-какая, самая необходимая в таких случаях закуска. «Друг сердешный, Камзолушка!» — произнес пиратов, встав из-за стола и направляясь к Камзолину с раскрытыми объятиями. «Говори откровенно! Срезался!» Камзолин, имевший самое серьезное намерение отчитать пиратова, высказать ему несколько горьких истин, вместо этого торжественно облобызал его и сказал, обращаясь ко всем. «Срезался!» «Вот и превосходно! Ну, так присаживайся!» Камзолин присел, но при этом искося посмотрел на своего друга и сожителя. «Однако, пиратов, — сказал он, — какая же ты, выходит, свинья!» «Я? За что же это ты так?» «А?» — с искренним удивлением спросил пиратов. «Как за что? А сапоги? Какие сапоги?» «Очень скверные сапоги, но все же...» «Все же это сапоги, без которых я не мог пойти на экзамен!» «Сапоги! Ах, я негодяй!» И пиратов изо всей силы ударил себя кулаком по лбу. «Камзолушка, забыл! Ей-богу забыл! Прости! Ты великодушен! Прости! Можешь вообразить, когда я срезался, как это меня огорошило! Понимаешь, все обстоятельства жизни в голове моей перепутались, а тут компания в Шанхай идет. Ну, и я пошел за течением. О сапогах ты и позабыл. Но как же ты пришел?» «Назарев приехал. Вот я его и ограбил». «Он, значит, у нас?» «У нас». Я его спать уложил. Обещал скоро вернуться. Он сегодня хочет ехать. Надо сейчас идти домой. Но тут поднялись уже общие протесты. Было решено не пускать Камзолина. Было высказано основательное соображение, что если человек спит, то значит он счастлив и блаженствует, и никто не имеет права лишать его этого блаженства. Камзолин по здравым размышлениям согласился с этим и остался. Срезавшиеся очень скоро соединились с выдержавшими благополучный экзамен. И горе, смешавшись с радостью, дало, в общем, самые веселые результаты. Излишне прибавлять, что Пиратов и Камзолин вернулись домой на рассвете, и что Назарьев в это время уже спал, благополучно заняв кровать и уступив товарищам на двоих диван с выглядывавшей из него острой пружиной. Его не будили. Пиратов разлегся на диване, а Камзолин на полу. Назарьеву было так удобно спать на кровати, и он так хорошо выспался, что на другой день он даже позабыл выбронить их.